Всем добрый день еще раз. О, сегодня день незаметно прошел. Вроде только недавно проснулся, а уже вечер. Вот такие дела. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за поддержку. Вот такие дела. Здесь у меня и хорошо, и плохо живется. А так все нормально. И вообще, конечно, люди, они в основном добрые. Потому что, несмотря на плохие комментарии, и какую-то зависть к моему счастью, у меня все равно счастье есть. У меня Иисус есть. Это большое счастье. Я же независима от коллектива. Православного, там, или любого другого. На тусовку не хожу. Конечно, это тяжело жить в затворе. Но мне так нравится. Это мой путь. Мне нравится, когда меня не достают, не дергают постоянно. Вот проблема была с соседями. сейчас все нормально. Просто надо понять, что есть люди, которые ценят одиночество. Мне очень тяжело постоянно общаться с кем-то. даже с Иисусом, когда мы были в моей небесной семье, мы и то не вместе были. То есть, это у меня такое, видимо, сложилось за долгие годы. Всегда такое я была. Это одиночка. Я всегда выделялась как-то в школе. я отдельно была. В училище отдельно. В университете вообще отдельно. Лысый ходил по университету. После больницы сдавал экзамены сразу. Я помню, меня на экзамены выпускали, потом опять закрывали больницу. Вот так было тяжело. Помню, как все шарахались от меня в универе. они мне задавали вопрос, где ты была, где? Я сказала, на Пирогова 666 была. Естественно, со мной никто не общался. Когда я после больницы выходил на экзамены, шарахались, сторонились. Даже был такой случай, когда я была нормальной, здоровой, я делала работы для храма и стены расписывала и иконы писала для храма. После этой психушки меня стал чураться этот священник, для которого я писала и иконы, и стены расписывала. он сразу меня от меня отскочил, как черт отладно. Стал искать других мастеров. Но почему-то это трагедия всех, кто заболел шизофренией. Я своим каналом мечтаю снять эту печать с больных шизофренией. Эту ужасную изоляцию от общества, эту всеобщую неприязнь, ненависть к таким людям. Всеобщая. То есть в больнице тебя не считают за человека, родственники не считают тебя за здорового, всегда будут думать, что ты больная и всегда будут как-то опасаться с тобой общаться. Потому что многие родственники начинают бояться шизофреника, который у них в семье или в родне. Им, например, кажется, что что-то он сделает такое обязательно, что он не поймет, что он дурак. Начинается всеобщая нелюбовь. У меня так было, я прошла через это и увольнение, и отказ от меня родственников. Даже самые близкие после того, как ты побывал в больнице, они тебя здоровым никогда не будут считать. Вот такие дела. Я не знаю, как шизофреники всю жизнь мучаются от непонимания, от изоляции, от одиночества. К ним относятся хуже, чем к преступникам в больницах. Ну, у меня я прошла через насилие, сквозь мою жизнь протекает вот это насилие постоянно. потому что сама я бы не пришла в эту психушку. А так, когда связывают и ведут, вот куда деваться мне? Куда деваться, если мужики здоровые связали тебя и повели? Там хочешь, не хочешь, пойдешь уже как корову на бойню. А после этого такое отношение к тебе. ты ку-ку и т.д. и т.п. Прочитала комментарии. Как ты больная? Удалила? Я вообще такие комментарии если вижу, удаляю. Зачем мне лишний раз такие комментарии посмотреть? Я вообще удивляюсь. Зачем мне такие комментарии нужны? Заведите свой канал и там болтайте на своем канале. Чем писать гадости? Много завистников, хотя не материальных вещей, но внутреннего мира. То, что я могу позволить себе думать по-своему. Много из-за этого люди удивляются. что я открыто говорю о своих видениях. О своих галлюцинациях. Но у меня мир такой добрый был почти всегда. поэтому галлюцинации были хорошими. Я бы не сказала, что постоянно плохо было. Нет. Все было нормально, хорошо. про других шизофреников на канале я смотрю, иногда попадаются. Они описывают шизофрению как какой-то ужас, как какой-то кошмар. почему они не могут увидеть в этой болезни какую-то светлую сторону. Потому что в каждом явлении есть и светлая сторона, и темная сторона. Кто чем наполнен, то и с того и льется, как говорится. Если у тебя внутри одни ужасы, конечно ты будешь ужасы лить сюда в канал свои. если у тебя внутри нет доброты, только ты воспринимаешь шизофрению как какой-то ужас какой-то, хуже, чем криминал, значит ты такой сам внутри. Поэтому у тебя такая шизофрения. У меня другая значит шизофрения, потому что у меня связано с Богом все. Видела сестер по несчастью, которые преподносили свою болезнь как ужас. У меня такого не было. У меня были хорошие стороны и плохие стороны. Для меня шизофрения наоборот открыла двери к Богу, к Иисусу Христу. Потому что если бы не было этой шизофрении, я бы лично не сталкивалась с Богом. И у меня например была эйфория.